Сегодня мы начнем знакомство со структурированным языком запросов SQL. Остановимся в общем на задачах языков управления базами данных, на исторических сведениях в языке SQL, формах данного языка, объектах и конкретно на операторе определения данных языка SQL. Основной задачей языков управления базами данных является получение доступа к записям базы данных. Здесь нужно выделить два подхода. Первый подход – это должен быть механизм выделения конкретного элемента базы данных, то есть конкретной записи, а также механизм перехода от одного элемента к другому. Для выделенного элемента, то есть для текущей записи, должен быть определен набор операций, таких как чтение содержимого, удаление записи, изменение содержимого элемента. У текущего элемента можно изменить содержание, но при этом он должен остаться текущим, то есть понятие «текущий элемент» никак не связано с содержимым этого элемента. Следовательно, должен быть другой способ позиционировать этот элемент, например, некоторым порядковым номером. Это относится к реализационной модели данных, поскольку в иерархическом модели, например, сама структура задает элементы разных уровней, то есть вносит в структуру базы данных некоторый порядок. Второй способ – это когда управление осуществляется не конкретным текущим элементом, а группа элементов, обладающих определенными свойствами. Операции таким образом будут носить групповой характер. Другими словами, элементы будут группироваться по их содержимому. Но тогда естественным образом вытекает тот вывод, что элементы должны отличаться своим содержимым. Доступ к конкретным элементам базы данных необходим для выполнения операций двух типов. Изменение содержимого базы данных и получение информации по определенным критериям, то есть поиск информации. Первый способ по текущему элементу обычно называют навигационным способом доступа к данным. Второй способ, когда мы работаем с группой элементов, называют реляционным способом доступа к базам данных. Еще один тип команд, который должен присутствовать в языке управления базами данных, это команды для создания объектов базы данных, а также команды, позволяющие изменить структуру объектов. То есть должна быть возможность с помощью команд языка описать структуру базы данных и отдельных ее объектов. Требования информационной безопасности также должны быть отражены в языке управления базами данных. Должна присутствовать возможность определять для базы данных пользователей и группы пользователей. Кроме того, посредством команд безопасности необходимо определять уровни доступа пользователей или групп пользователей к отдельным объектам или группам объектов. Также должна быть группа команд управления транзакцией. На картинке, на рисунке вы видите основные команды, которыми должен управлять любой язык управления базами данных. Это модификация данных, описание структуры данных, извлечение данных, обеспечение безопасности данных и управление транзакцией. Язык SQL впервые о нем сказали в 1974 году. Было опубликовано определение языка, которое получило название SQL. Не SQL, а SQL. Чуть позже, в 1976 году, IBM создала одну из первых систем управления базами данных, который называется CIS-L. И специально для этой СУБД был разработан язык SQL, в основу которого был положен первый язык, язык SQL. В конце 70-х годов компания, которая в будущем предстояла превратиться в корпорацию Oracle, выпустила коммерческую СУБД, полностью построенную на использовании языка SQL. С тех пор было много версий языка, расширения языка. Мы с вами будем заниматься с транзакцией SQL. Это процедурное расширение языка SQL. Язык SQL может быть использован в трех формах. Это интерактивный или автономный SQL, статический SQL и динамический SQL. Интерактивный или интерактивная форма языка предполагает выполнение команд языка, непосредственно взаимодействующих с базой данных. Например, в программе управления Microsoft SQL Server Management Studio имеется окно редактора запросов, с которым вы уже знакомы на практике. В нем может быть записано произвольное количество команд языка SQL. Это называется сценарием. Сценарий может быть выполнен, а результат выполнения представлен в текстовом или табличном формате. Сценарий в дальнейшем может быть сохранен в текстовом файле и использован работой. Существуют программы сторонних разработчиков, предназначенные для интерактивной работы с базами данных той или иной СУБТ. Статический SQL делит на встраиваемый и модульный SQL. Модульное использование SQL предполагает, что конструкцию SQL объединяет в отдельные модули, которые могут быть откомпилированы. Из основной программы при этом имеется возможность обращаться по специальным правилам к этим модулям. Преимуществом модульного подхода является то, что к откомпилированным модулям можно обращаться из разных приложений. Встраиваемый язык SQL используется непосредственно в программе на алгоритмическом языке, например, на C. Для того, чтобы использовать SQL среди алгоритмического языка, необходима дополнительная программная обеспечка. Использование встраиваемого языка SQL ориентировано на вполне конкретную СУБД, что может снижать значимость этого подхода. На рисунке представлена схема использования языка SQL. После обработки препроцессором исходный код программы развивается на два модуля. Модуль с текстом на алгоритмическом языке и модуль, в котором содержатся команды SQL. При этом в первом модуле команды SQL заменяются вызовами внешних процедур. На следующем этапе компилятор алгоритмического языка преобразует модуль на языке программирования в объектный модуль. Компилятор языка SQL преобразует каждую из команд SQL в план выполнения, который затем помещается в базу данных SQL, в базу данных СУБД. На последнем этапе компоновщик осуществляет связывание вызовов команды SQL с объектной библиотекой, содержащей реализацию этих вызовов. При вызове соответствующей команды SQL на стороне СУБД будет использоваться ранее созданный план выполнения. Как и любой язык, язык SQL обладает такими объектами, как литералы, ограничители, комментарии, идентификаторы, резервированные слова. Это вам все знакомо. Также язык содержит тип данных, так как в одном столбце любой таблицы должны храниться данные одного типа, поэтому любой язык, в том числе SQL, выделяет такое понятие, как тип данных. Типы данных языка SQL можно разделить на числовые, символные, временные и прочие типы. Числовые, в свою очередь, ели на целые числа, на вещественные числа, на числа типа МАН, денежные числа. Символные представлены четырьмя типами ЧАР, ВАРЧАР, НЧАР и НВАРЧАР. Чем они отличаются? ЧАР – это тип данных. ЧАР и ВАРЧАР – это тип данных для представления одного символа, который занимает один байт информации. При этом ЧАР – это фиксированной длины, ВАРЧАР – переменной длины от нуля до того параметра, который укажет квадратная скобка. НЧАР и НВАРЧАР – это символы кодировки Unicode. В отличие от ЧАР, этот тип занимает два байта памяти. Также НЧАР – это постоянная длина, НВАРЧАР – переменная длина. Временные типы данных предназначены для представления даты и времени. К прочим, мы относим двоичный тип данных, битовые, пользовательские, тип данных больших объектов, разреженные столбецы и так далее. Как и любой язык, язык SQL содержит функции. Все функции языка можно условно разделить на два класса. Это агрегатные функции и скалярные функции. К скалярным функциям, как вы знаете, относят числовые функции, функции даты, строковые, системные функции методами. К агрегатным можно разделить так, как это обычные агрегатные функции, статистические агрегатные функции, агрегатные функции, определяемые пользователем, и аналитические агрегатные функции. Статические и аналитические агрегатные функции рассмотрим позже. Из обычных функций мы будем рассматривать функции AVG, max, mid, sum и count. Функция AVG вычисляет среднее арифметическое значение данных, содержащихся в столбце. Значения, над которыми выполняются вычисления, должны быть числовыми. Функции max и mid определяют максимальное и минимальное значение из всех значений данных, содержащихся в столбце. Значения могут быть числовыми, строковыми или типа дата времени. Функция count подсчитывает количество значений, отличных от нул в столбце. Это является единственной агрегатной функцией, которая не выполняет вычисления над столбцами. Она возвращает количество строк. Все операторы языка S-COL можно разделить на скалярные операторы. Скалярные операторы, вы знаете, бывают унарные и бинарные. К унарным мы относим операции плюс, либо операции минус, это операция взятия знака. К бинарным операциям мы относим операции сложения, вычитания, умножения, деления. Логические операции. Также унарные и бинарные – это отрицание, это конкатенация, это дизъюнкция. Конкатенация, конъюнкция, прошу прощения. Н и дизъюнкция. Помимо этого, операторы языка S-COL делят на три большие группы. Это операторы определения данных, операторы манипулирования данными и операторы отбора данных. Эти операторы еще называют условно языками, то есть язык определения данных, язык манипулирования данными и язык отбора данных. К языкам определения данных или описания данных, как называют еще GDL, относят такие команды, как создание объекта, модификация объекта и удаление объекта. Объектами у нас являются сама база данных, таблица базы данных, представления, индексы. Но еще есть объекты, пока остановимся на этом. Любая команда создания начинается с служебного слова create. Create database, create table, create view, create in. Модификация это alter, alter database, alter table, alter view, индексы не меняют, их удаляют и создают заново. И удаляет объект drop, drop database, drop table, drop view, drop index. В зависимости от того, какой объект вы создаете, после команды create, например, database или create table, описание будет разным. Например, создание базы данных. Create database, здесь db, name, это название базы данных. И все остальные параметры в квадратных скобках означают, что это необязательный параметр. Они могут быть, они могут отсутствовать. Как я сказала, db, name, это имя базы данных. Имя базы данных может содержать максимум 128 символов. Одна база данных может управлять до 32 767 базами данных. Все базы данных хранятся в файлах, которые могут быть указаны явно администратором или представлены неявно системой. Если инструкция create database содержит параметр on, первый параметр в описании, то все файлы пазы данных указываются явно. Параметр file space 1, специализация file 1, представляет спецификацию файла и сам может содержать дополнительные опции. Такие как логическое имя файла, физическое имя, размер, параметр primary. Если параметр primary отсутствует, то в качестве первичного файла используется первый файл, указанная спецификация. То есть параметр primary указывает в данном случае не ключ, а первый файл. Здесь еще параметры. Параметр logon определяет один или более файлов в качестве физического хранилища журнала транзакции базы данных. Про транзакцию мы поговорим позже на следующих занятиях. Если опция logon отсутствует, то журнал транзакции базы данных все равно будет создан, так как любая база обязательно должна иметь журнал транзакции. В опции call it указывается порядок сортировки по умолчанию для базы данных. Параметр for attach указывает, что база данных создается за счет подключения существующего набора файлов. Но так как вы базы данных явно не создаете, создаете через конструктор, то эти параметры вы можете просмотреть при создании менеджмент-студия. Изменение физической структуры базы данных осуществляется командой alter, дальше идет database. Здесь что мы можем менять? Мы можем изменять свойства базы данных. То есть добавлять или удалять файлы базы данных, файлы журналов, файловые группы. Мы можем изменять свойства файлов или файловых групп. Мы можем устанавливать параметры базы данных и изменить имя базы данных. Удаление базы данных – это drop database и имя базы данных без дополнительных каких-либо параметров. Создание таблицы. По аналогии крит, тэбл, имя таблицы. В скобках, скобки здесь обязательные, должно быть хотя бы одно поле. Остальные поля могут быть, но, может быть, их и не будет, поэтому они вставятся в квадратных скобках. Здесь что мы получаем? Крит, тэбл, имя таблицы. Наименование первого столбца и тип данных в этом столбце. Интеджер, может быть, флот, может быть, еще какие-то типы, чар. В квадратных скобках можно указать нот нол либо нол. Нот нол – это означает, что данный столбец не может быть пустым, он обязательно должен быть заполнен. Нол – что он может содержать пустой столбец. Также в спецификации столбца, то есть когда мы описываем столбец, мы можем указать параметр defile по умолчанию, либо идентификация. Это, на практике мы тоже уже видели, это определение счетчика. Можно использовать декларативные ограничения, которые группируют в следующей категории. Default – значение по умолчанию, Unicoia – потенциальный ключ, PrimaRiKey – первичный ключ, Check – проверочное ограничение, ForumKey – внешний ключ. Например, создаем таблицу, Которое называется Department. Она состоит из полей Depth-No, Depth-Name, Location – три поля. Первое поле, оно не пустое, оно называется Depth-No. Тип этого поля – Чар-4, то есть название должно состоять из четырех символов. Второе поле также не пустое, Тип Чар из 25 символов. Третье тоже строка, тип Чар, но уже длиной 30 символов. Оно может быть пустым. Следующий пример – таблица Projects. Состоит вот раз поле, два поле, три поля. Первое поле – прочь, но символ, символьное поле, состоящее из четырех символов, по умолчанию оно будет заполняться значением P1, то есть если вы в это поле название не ввели, то будет P1. Второе поле, тоже символьное, 15 символов, оно не должно быть пустым. Третье поле, поле Budget. Это поле содержит вещественные числа, может быть пустым. Вот здесь параметр Constraint, Uniquant, но номер ключа по возможному полю прочного. То есть конструкция Constraint, она явным образом задает наименование ключа по полю прочного. Наименование ключа у нас будет Uniquant. Третий пример. Пример создания таблицы кустомер состоит из поля КАСНО, это целочисленное поле, оно не пустое, и из поля КАСНО, это символьное поле, состоящее из трех символов, оно может быть пустым, но для вот этого поля при вводе данных мы должны вводить числа значения S1, S2, либо S10. Если мы введем что-то другое, оно выдаст ошибку. То есть мы поставили ограничение назначения поля АСНО. Форенки – это внешний ключ. Внешние ключи нам необходимы для организации связей между родительской таблицей и дочерней таблицей. Внешним ключом называется столбец или группа столбцов таблицы, содержащие значения, совпадающие со значениями первичного ключа в этой же или другой таблице. Внешний ключ определяется с помощью предложения Форенки в комбинации с предложением референсис. У нас обязательно есть референсис. Синтексис предложения Форенки на экране. Мы создаем название, далее явно ключу с S1, с нейм. Он определяет, Форенки определяет явно поля, по которым строится внешний ключ. Ключ указывает, с какой таблицей он будет связываться, по каким полям он будет связываться и для каких целей этот внешний ключ нужен. Например, для удаления либо для изменения данных. При этом может быть No Action, Cascade, Set No, Set Default. Что означает внешний ключ в родительской таблице или в начальной таблице? К примеру, есть база данных студенты. В первой базе, в первой таблице базы данных мы храним личную информацию о студентах, ID студента, фамилия, адрес, еще что-то. Вторая таблица, к примеру, его оцетки, его успеваемость. И для того, чтобы знать, чьи данные мы в данный момент рассматриваем, чьи оцетки мы с вами рассматриваем, мы должны вторую таблицу связать с первой таблицей. При этом главная таблица это родительская таблица, это вторая таблица дочерняя, то есть оценки дочерняя, личные данные, главная таблица. Если я удалю информацию, к примеру, из главной таблицы, вот я хочу удалить студента, хочу удалить студента, информацию студента, тогда в дочерней таблице должно быть каскадное удаление, то есть должны удалиться все оценки этого студента, либо все эти оценки должны заполниться нулями, так как студента уже нет, либо каким-то значением по умолчанию, либо вообще он не должен запретить удалять информацию главной таблицы, так как есть зависимая таблица. То же самое при изменении данных. Если я захочу изменить личные данные, он мне либо не позволит изменять, поскольку есть связанная таблица, либо он каскадно изменит все данные во второй таблице, либо во второй таблице поставит значение нул, так как неизвестно, первое что-то изменило, главное что-то изменило, либо какие-то значения по умолчанию. Здесь мы создаем таблицу, которая называется ваксон. Таблица будет содержать, создать из полей, но это целочисленное поле, не пустое поле, прочное, тоже не пустое поле, состоит из символьное поле из четырех символов, дроп, символьное из 15, может быть пустынь. Здесь я явно задаю два ключа. Привокс – это primary key, первичный ключ, первичный ключ по двум полям, по полю and no и прочь no. Первичный ключ у нас будет однозначно идентифицировать в запись. foreign key, ключ называется foreign key, foreign key, ключ внешний по полю and no, он будет связан с некоторой таблицей, которая называется employer, связан будет по полю and no. То есть это поле у меня есть в таблице boxon и это же поле есть в таблице employer. Он будет связан для обеспечения, при изменении данных, обеспечения каскадного изменения зачерних таблиц. модификация схемы таблицы – это команда item table, дальше указывается имя и параметры. При модификации схемы таблицы, что может быть? Можно добавить столбец ADD. При добавлении столбца мы говорим ADD, имя нового столбца и вся спецификация столбца. Можно удалить столбец ADD, имя столбца. Можно изменить свойства столбцов, изменить ключи, индексы, ограничения и так далее. Можно добавлять или удалять ограничения для обеспечения целостности. Разрешать или отключать ограничения, переименовывать таблицы и другие объекты. Можно удалить таблицу ADD, drop table, table play. Точно так же можно создавать, удалять, изменять другие объекты. К примеру, объект представления или виртуальная таблица, create – представление, сложивый слово view, имя просмотра, список столбцов, по которым мы создаем представление, as – служебный оператор, мы выбираем, это у нас виртуальная таблица, здесь мы выбираем столбцы из реальной базы данных, из реальной таблицы. Можем поставить ограничения, можем и ставить ограничения, назначение. Модификация alter view, то же самое, либо удалить, столбец, либо добавить столбец, ограничения, изменить, добавить, удалить, представление drop view. Еще раз, представление – это виртуальная таблица, то есть таблица, которая в самой базе хранит лишь описание структуры, но не данные. Данные на каждый раз будут брать из оператора select, из основной физической таблицы. Пример. Создаем представление, которое называется рейтинг. Это представление будет состоять из двух столбцов, сину и рейтинг. Эти столбцы мы вытащим из таблицы заказчики, где рейтинг 300. Сегодня мы с вами познакомились с основными понятиями языка SQL и рассмотрели лишь язык определения данных. С остальными языками SQL или остальными операторами SQL мы с вами познакомимся на следующем занятии. На экране у вас вопросы для закрепления. На которые вы должны уметь ответить. Список рекомендуемой литературы. Мы на следующем занятии продолжим изучение этой темы.